Страстная неделя. Что можно и нельзя перед Пасхой. Страстной называется шестая неделя Великого Поста, которая идет перед самым главным праздником в христианстве – Пасхой. В это время вспоминает о последних днях земной жизни Иисуса Христа, его страданиях, распятии на кресте, смертности и последующем воскрешении. Церковь особо чтит эти дни, а верующие стремятся привести их в духовных размышлениях и молитвах, без ссор, обид и дурных поступков. Стараются чаще посещать богослужения в храмах, что означает Дни Страстной Седмицы. Каждый день на Страстной неделе называется Великим. В храмах проходят особые службы, которые считаются самыми величественными и торжественными во всем церковном году. При этом в эти семь дней не празднуют Дни Святых, не поминают усопших, не проводят венчание и крещение. Все обряды в это время посвящены подготовке к Христовому воскрешению, Пасхе. Великий понедельник. В этот день на церковных службах вспоминают сюжет из Ветхого Завета о патриархе Иосифе, проданном собственными братьями в рабство, а также проклятый рестом, бесплодной смоковнице, которая символизирует нераскаившимся в своих грехах душу. Патриарх начинает чин мировоззрения. Этот ритуал совершается раз в год и представляет собой изготовление особого освященного ароматического масла мира, применяемого для помазания после крещения. Варят миру из смеси 50 различных масел, трав и душистых смол три дня. Великий вторник. Богослужения повествуют о том, как Христос говорил с людьми в Иерусалимском храме, о его притчах ученикам, о талантах, воскресении мертвых и страшном суде. Великая Среда. По Библии Иуда Искариот в этот день решил предать Христа за 30 серебриков. Также вспоминает грешницу, которая омыла ноги Иисуса и помазала их миром. В храме последний раз на страстной неделе считается молитва с покойниками. Считается, что Господь искупил грехи людей, и после Великой Среды поклоны во время литургии отменяются до Троицы. В этот день верующие стараются исповедаться. Великий четверг. Тайная вечеря. Вечером начинается одна из самых длинных служб. В году 12 Евангелий. 12 частей из 4 Евангелий, на котором вспоминают страдания Христа. Пришедшие в храм стоят на ней с зажженными свечами, которые по традиции стараются не гасить до возвращения домой. В этот день верующим нужно причаститься. Кроме того, в Великий четверг готовят дом к Пасхе. Красят яйца, пекут куличи, прибираются и стирают одежду. Потому он получил название «Чистый четверг». Великая пятница. День траура. Потому что в пятницу Христос был осужден и распят. Служба посвящена воспоминанию о страданиях Спасителя на кресте. Из алтаря выносят плащаницу, изображение Христа, лежащего в гробу. А верующие преклоняются к ней. Великая суббота. На торжественном богослужении говорят о погребении Христа. При этом священники уже в этот день надевают светлые праздничные облачения. Освящают принесенные людьми в храм куличи, крашеные яйца и Пасхи. Самая главная служба начинается вечером в субботу. В Иерусалиме, в храме Воскресения Христова, Сходит благодатный огонь. Верующие встречают Пасху.